Доброе утро, уважаемые коллеги! Вас приветствуем! Доброе утро, уважаемые участники нашей пресс-конференции! Ровно неделю назад я обратился к гражданам страны, ко всем руководителям, начиная от президента до руководителя законодательных собраний, с открытым письмом. Без Родины наши имена и дела обречены на забвение. Вокруг нашей страны снова сгущаются тучи. Во-первых, ее трясет сильный финансо-экономический кризис, и это всем очевидно. Вокруг наших границ натовцы проводят крупные учения. Только что прошли учения в Прибалтике, в которых принимали участие и Финляндия, и Швеция, они не являются членами НАТО. В Кишиневе американцы демонстрировали свою военную технику, а на Ближнем Востоке не прекращаются провокации террористов. В этих условиях мы можем выжить, если будем проводить эффективную финансо-экономическую политику, если будем сильные, умные, образованные и успешные. В этой связи наша партия подготовила свою программу «10 шагов в достойной жизни», программу, которую одобрил Международный экономический форум, мы его проводили в начале февраля в Орле. Затем эта программа была одобрена на Большом Совете трудовых коллективов. 600 коллективов, ведущих коллективов нашей страны, одобрили эту программу и предложили варианты решения, исходя из интересов конкретных отраслей производства. Ровно неделю назад мы в выходные обсудили эту проблему в Уфе на форуме народов России. Должен сказать, на этот форум прибыли представители всех народов России, своими программами, с интересными поделками, с опытом уникальной работы. Без дружбы народов мы не в состоянии не выйти из кризиса, не преодолеть возникшие трудности. В очередной выходной в субботу у нас будет съезд депутатов всех уровней. Этот съезд, по сути дела, узаконит нашу программу, с которой пойдем мы на выборы. Наши депутаты и кандидаты в депутаты принесут наказы всех регионах России. И в соответствии с этими наказами будет подготовлена программа, которая окончательно примет наш съезд. Он состоится во второй половине июня месяца. Я хотел, чтобы мы основные идеи сегодня представили на этой пресс-конференции. О депутатской вертикали слову представляется Мельников Иоанн Иванович. Спасибо, Геннадий Андреевич. Уважаемые коллеги, уважаемые участники пресс-конференции. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это на то, что предстоящий Всероссийский съезд депутатов КПРФ – это не торжественное собрание. Это реальный инструмент партии по реализации своей повестки, по реализации народной повестки. Вы знаете, я хочу дать характеристику нашего депутатского корпуса, депутатской вертикали. И, наверное, оттолкнусь от 2003 года, когда наша партия утратила ряд своих позиций. Я покажу, какие шаги были предприняты партии по строительству депутатской вертикали, по ее укреплению, и какие результаты эти шаги принесли. Вот если в 2003 году у нас в Государственной Думе было 52 мандата, а в региональных законодательных собраниях было 310 депутатов, то по состоянию на начало этого года у нас в Государственной Думе 92 депутата, а в законодательных собраниях регионов – 417 депутатов. Это авангард нашей политической борьбы, это серьезный политический ресурс для ведения избирательной кампании. Вы знаете, перед выборами в публичное поле часто такой тезис подкидывают, ну а чего они добились там в законодательных органах власти, зачем все это нужно, все равно они там в меньшинстве. Не скрою, что часто этот вопрос задают и в провокационных целях, но ответ все равно должен даваться, и ответ должен даваться, исходя из реальных условий и реальной политики. А сделано очень много. Вот Всероссийский съезд депутатов-коммунистов, он обобщит самый актуальный опыт и подробно ответит на этот вопрос. Я вот приведу только один пример. Если в середине 2014 года региональные законы о детях войны были приняты только в пяти субъектах федерации, то вот сейчас, на сегодняшний день, уже в 23 субъектах федерации приняты региональные законы о детях войны. Теперь я хотел немножко рассказать об отличительных особенностях нашей депутатской вертикали, особенно в контексте выборного периода. Первая особенность очень важная у нас гармоничное взаимодействие депутатов всех уровней. Вот я дам вам такие цифры. Мы довольно давно уже определились с кандидатами по одномандатным округам на предстоящих выборах Государственной Думы. У нас по 220 округам кандидаты определены, но по пяти округам еще идут консультации. Так вот, из этих 220 кандидатов 51 человек, это 23%, являются депутатами Государственной Думы, 78 человек являются депутатами законодательных собраний регионов, 22 человека, это 10%, депутаты муниципальных органов власти, и 69 человек, это 28%, вовсе не являются депутатами. Так что наши двери всегда открыты для тех, кто хочет реализовать себя в борьбе за интересы людей труда. Вторая особенность, это у нас укрепляется возможность более активного участия в работе на муниципальном уровне. Вот если на прошлых выборах у нас на этом уровне было 8 121 депутат, то сейчас их стало больше на 1574 и почти 10 тысяч. 9 695 депутатов на муниципальном уровне. Могу сказать, что только на последних выборах мы на этом уровне добавили 707 депутатов. Ну и третья особенность, о которой я хотел сказать, третья особенность из съезда и предстоящих выборов, это будет дана расшифровка наших законодательных шагов. Мы ответственная сила и избиратель должен понимать, чего им ждать в случае завоевания нашей партии большинства. И здесь граждане наши могут быть уверены, что в этом случае мы гарантируем парламентскую преемственность внешнеполитического курса и поддержку законодательных инициатив исполнительной власти в этом направлении, но одновременно изменим финансово-экономическую и социальную политику. В заключении я хочу сказать только одно, что граждане России должны четко понимать и осознавать жесткую альтернативу. Все, кроме поддержки программы нашей партии, будет по существу поддержкой старого либерального курса, ну или новых каких-то либеральных инициатив в русле этого либерального курса. Спасибо. Спасибо. Владимир Иванович Кашин, социально-экономическая стратегия. Пожалуйста. Спасибо, Геннадий Андреевич. Уважаемые коллеги, в основе нашей социально-экономической программы от тех десяти шагов Зюганова к лучшей жизни абсолютного большинства нашего общества как раз и является тезис, связанный с эффективным использованием всех ресурсов, которые есть у нашей любимой Родины. Это и трудовые ресурсы, это и природные ресурсы. Поэтому мы во главу угла нашей политики ставим естественно формирование того бюджета, который может решить абсолютное большинство назревших проблем в промышленности, в сельском хозяйстве, в науке, в социальной сфере, в экологии. Мы определили ту базу законов и те системные вещи, которые нам позволяют в 1,7 раза увеличить сегодняшний бюджет Российской Федерации. Вы знаете, 13,7 триллионов у нас доходная часть. За счет чего? Назову 3-4 наших законопроекта, которые определяют это увеличение. Это, прежде всего, использование природной ренты в интересах всего государства и бюджета Российской Федерации. Это 4 триллиона рублей. Прогрессивный налог 3,3 триллиона рублей. Сверхбогатые люди, которые получают сверхдоходы, должны делиться, как во всем мире это происходит. Это уже 7,3 триллиона. И, естественно, монополия государственная на алкоголь и табак нам дает еще такие же 3 триллиона. И вот он бюджет, который решает все проблемы. Но вы представьте, если мы добавляем 10 триллионов к сегодняшнему бюджету, а 200 всего миллиардов даем на развитие всего агропромышленного комплекса, сколько можно проблем решить, решая проблему продовольственной безопасности, строя жилье на селе, экогородки, экопоселки, возрождая и возвращая земельные ресурсы, которые сегодня брошены, 41 миллион гектар, только пашни выведены на севоборота, а на последнем заседании отчета счетной палаты Голикова, председатель ее, сказала о том, что 51,6 миллиона гектар используется не по назначению. И мы решаем, выделяя 10% расходной части бюджета комплексно ту задачу, о которой сегодня говорим и через импортозамещение, и все другого. Наша закона через налоговую составляющую, через те законы, о которых мы сказали с точки зрения использования природных ресурсов, природную ренту, позволяют нам создать тот базис, через который мы решаем главную задачу. Главную задачу возрождения промышленности, сельского хозяйства и нашей науки. Повторюсь, что мы вписываемся в те международные параметры, которые сегодня составлены у главу угла. Непродуктивные субсидии, как раз это для России прописано, мы сегодня, имея 60 пунктов антикризисной программы, 22 пункта за прошлый год вообще не выполнили, 12 выполнили, 21 кое-как выполнили. Из 40 государственных программ мы всего имеем выполнение самых серьезных стратегических показателей на уровне 30%, а это 8,7 триллионов. Земельные ресурсы, то же самое я уже сказал. Если говорить сегодня об экологической составляющей, мы создали огромный экологический каркас через законы 219, 458, 415. То есть создали, и теперь право применения нам позволит, естественно, выйти на нашу конституционную заповедь для каждого гражданина, создать благоприятную среду обитания. Вот это наиважнейший вопрос, который тоже сюда вписывается. Через укрепление мониторинга и снижение в целом за охраной окружающей среды мы выходим как раз на опыт, который уже имеет партия. Геннадий Андреевич устал уже говорить. Вот Казанков, наше народное предприятие, сейчас привез с Ерманией 25 золотых медалей с недели продовольственной. И главный кубок привез. Шесть серебряных. Стал лучшим хозяйством. Две бронзовых медали и главный кубок. У нас рядом Грудинин, Воронежский комбинат строительных материалов. Надо убрать те бюрократические препоны, те завалы, которые сегодня есть у нас. Кудрин снова заговорил, все разбазарить, государственную собственность уничтожить, она самая эффективная. Она самая сегодня эффективная. Даже в том же Ростехе. И все равно мы видим, что она самая эффективная и там. Даже через тот же Атоммаш корпорацию. Видим, все равно эти предприятия работают и на международном уровне являются конкурентными. И сегодня, когда наши оборонные предприятия через госзаказ воскрешают, мы тоже видим, что надо укреплять государственный сектор в нашей программе, это снова записано. И завершая, я хочу сказать, конечно, производительные силы не должны концентрироваться где-то в одном месте, в огромной России. Севера, Дальний Восток, все наши не черноземные территории, черноземные, южные, они должны, естественно, обживаться, обустраиваться так, как положено, большой и богатейшей стороне, духовной составляющей. Это десятый пункт нашей программы. Это наиважнейшее направление и отъединение нашего народа зависит решение и производственных, и социальных задач. И самое главное, вот именно гармонизация нашей экономической парадигмы через социальные аспекты, через экологические аспекты и духовные являются классической особенностью, раскрывающей генетику русского человека, всем национального народа России. Дмитрий Георгиевич, пожалуйста, как раз об этом вы будете сейчас. Спасибо, Геннадий Андреевич. Всем добрый день. На пути к двум важным съездам, которые проведет наша партия в ближайшее время, депутатскому съезду и предвыборному съезду партии, опубликован принципиально важный документ, он появился в печати 19 мая. Это обращение Геннадия Андреевича Зюганова к гражданам России «Без Родины наши имена и дела обречены на забвение». Данный материал роздан сегодня в зале, вы можете с ним еще раз ознакомиться. Должен сказать, что он весьма выпукло показывает внутренние и внешние угрозы для России, а внешнее давление только нарастает. И для США это вопрос не тактики, а вопрос стратегии. Буквально 3 мая в Washington Post опубликована программная статья действующего президента США Обамы. Вот прямая цитата оттуда. «Америка должна определять правила, Америка должна принимать решения, другие страны должны играть по правилам, которые будут установлены Америкой». Конечно, большинство российских политиков заявят вам о том, что имперское поведение США неприемлемо, но надо, конечно, смотреть на проблему глубже. Нужно понимать, что позволит противостоять такой политике, а что нет. И здесь КПРФ убеждена, что если социально-экономический курс ослабляет возможности России, то и соперничать с экономически сильным и крайне агрессивным противником будет все тяжелее. Тем временем берем официальную статистику и видим, бедных уже в стране 20 миллионов, и это как раз есть результат проводимого курса. Причем это не вся картина. В половине семей доход на человека не превышает 10 тысяч рублей в месяц. И в целом три четверти россиян сегодня находятся в состоянии бедности, а то и откровенной нищеты. И вот здесь очень важно, что обращение председателя ЦК КПРФ наглядно раскрывает, за счет чего были обеспечены главные успехи Советского Союза. И индустриализация, и победа над фашизмом, и прорыв в космос. И, конечно, во многом эти успехи гарантировало единение советского общества. А это единение определено было двумя важными факторами. Во-первых, это отсутствие социально-классового расслоения в стране. И второе, тем, что власти предпринимали специальные меры, чтобы залечить раны гражданской войны. И вот это обращение, без родины наши имена и дела обречены на забвение, оно интересно уже тем, что знакомит с конкретными факторами, конкретными мерами, которые тогда предпринимались. Я, может быть, буквально три факта приведу, их там больше. В 1934-1935 годах в СССР проводится широкая амнистия бывших кулаков, им возвращаются социальные права. В следующий, 1936 год, полностью реабилитировано казачество, с него снято ограничение на службе в Красной Армии, издан приказ Ворошилова о комплектовании кадровых казачьих частей. Еще немного времени, и принимается специальное решение о том, чтобы вернуть избирательные права представителям бывших эксплуататорских классов. Вот это все пример вдумчивой, ответственной политики, и сегодня его нужно использовать, перед страной слишком серьезные угрозы стоят, и к тому же патриотический запрос в обществе весьма велик. Свою роль здесь сыграло и возвращение Крыма на родину, и борьба народных республик Донбасса против бандеровщины, и шествие бессмертного полка в день Великой Победы. То есть народ стремится своей страной гордиться, причем люди видят, что главные предметы гордости, они имеют советское происхождение, но не только мы это понимаем. Это понимают и те прозападные либеральные силы, которые активно действуют, мечтают подорвать страну, мечтают вновь раскрутить для этого механизм и маховик антисоветизма. Они влияние серьезно имеют и на информационную сферу, и на сферу принятия государственных решений. И именно поэтому потрачены миллиарды на то, чтобы появился Ельцин-центр в Екатеринбурге. И вообще-то, конечно, такой центр может быть только памятником национальному предательству, русофобии и антисоветизму. Но сегодня это не просто памятник, это реальный центр, где концентрируются разрушительные для страны силы. Достаточно посмотреть на лекции и другие мероприятия, которые там проводятся, чтобы в этом убедиться. КПРФ, тем не менее, свою линию будет настойчиво проводить дальше. В свое время первый съезд депутатов поручил нам неустанно с фальсификациями советской истории бороться. Именно поэтому мы, например, поддержали в уходящем созыве Думы законом об установлении уголовной ответственности за посягательство на историческую память в отношении событий Второй мировой войны и ряд других законопроектов. Ну и, конечно, большая работа проводилась по принятию законов о Знамени Победы. Они приняты с нашим участием более чем в 50 субъектах Российской Федерации, от Хабаровска, Якутии и Бурятии до Кабардино-Балкарии, Архангельска и других регионов. Ну и буквально еще несколько примеров о том, как наши депутаты на региональном уровне отстаивают наше отношение к прошлому. Например, на Ставрополье в школах увеличено число часов на изучение истории Отечественной войны. В Дагестане принят закон, согласно которому все памятники Владимиру Ленину включены в перечень объектов культурного наследия. Депутаты наши, которые работают в Смоленской областной думе, постоянно помогают в работе поисковых отрядов. Словом, примеров много, могло бы быть и больше, если бы не позиция Единой России, которая не позволила нам, например, принять в Государственной думе закон о детях войны. Хотя на региональном уровне такие законы, опять-таки, с нашим участием во многом приняты. Поэтому совет правящей партии поменьше заниматься праймерис и другими рекламными компаниями побольше, обращать внимание на судьбоносные по-настоящему для страны вопросы. Реализовать антикризисную программу и достигнуть поставленных целей по возрождению страны может только организованная партия, и такой организованной партией является Коммунистическая партия Российской Федерации. Мы за последнее время серьезно укрепили свои структуры. Ежегодно в ряды в партии вступает около 20 тысяч человек. Это новое поколение, которое борется вместе со своими старшими товарищами за возрождение страны, за социализм, за восстановление советской системы хозяйствования. Хотел бы отметить, что в рамках партии действует целый ряд крупных молодежных организаций. В первую очередь, комсомольская организация. И если вы посмотрите, то целый ряд крупных социальных проектов реализуют именно наши комсомольцы. В 2017 году планируется проведение в нашей стране Всемирного фестиваля молодежи и студентов в год столетия Великого Октября. Это очень значимо. И инициатива проведения этого фестиваля, который поддержан руководством страны, исходила от нашей молодежной организации. Мы считаем, что одним из важных событий лета этого года – это возвращение крейсера «Авроры» после ремонта. И мы, возрождая студенческие строительные отряды, на восстановление крейсера «Авроры» направили наш комсомольский студенческий строительный отряд, а их сотни действуют по всей стране. По всей стране очень ярко прошло празднование Дня пионерии. Только на Красной площади более пяти тысяч ребят и девчонок вступили в ряды красногалсточной пионерии, представители разных регионов Москвы, Московской области, Кавказа, Центра России. Эти праздники прошли по всей стране. И это еще один показатель того, что наша партия крепнет и развивается. В партии завершается отчетная кампания. И в отличие от праймерис, который у «Единой России» сопровождался целым рядом скандалов, до сих пор эти скандалы звучат в нашей партии, система отбора кандидатов наиболее демократична и наиболее понятна. У нас более 15 тысяч первичных партийных организаций, которые предлагают свои кадровые представления в местное отделение. Несколько тысяч местных организаций обсуждают кандидатов, региональные организации. Десятки общественных организаций, которые работают в нашей партии в рамках штаба протестных действий, тоже предлагают свои кандидатуры. Ну и окончательно решение примет съезд партии. Причем я еще хотел бы отметить, что это обсуждение проходит очень на демократичной основе внутри партии, выражая интересы всех коммунистов, общественников, тех, кто работают с Коммунистической партией Российской Федерации. Иван Иванович охарактеризовал те этапы подготовки к съезду депутатов, которые мы прошли. Я могу сказать, что мы серьезное внимание в истраивании вот этой вот депутатской вертикали уделяем значение органам местного суммоправления. У нас почти 10 тысяч депутатов муниципального уровня. За последние несколько лет мы почти вдвое увеличили количество кандидатов от КПРФ, наших сторонников и союзников, которые идут на выборы. Причем я хочу сказать, что примерно в два с половиной раза увеличилось количество наших молодых кандидатов, которые проходят именно на муниципальном уровне определенную серьезную школу политической борьбы, с другой стороны школу практической работы. Вот эта вот вся депутатская вертикаль, которая выстроена в партии, она действительно создает хороший кадровый потенциал. Это сотни глав местного суммоправления, это депутаты регионального уровня. И вся эта депутатская вертикаль реализует ту повестку и ту программу, которую представляет партия в нашей стране в рамках программы 10 тезисов Зюганова, которая была представлена на Орловском экономическом форуме. Говоря о Детях войны, о принятии закона Детей войны, необходимо сказать, что и на муниципальном уровне наши товарищи ведут работу в этом направлении. В 53 регионах был принят закон о Знамени Победы. Мы помним, как в свое время пытались исковеркать Знамя Победы. Сигуткина, эта компания пыталась брать с него звезду серп и молот. Наши товарищи в регионах борются за то, чтобы историческая справедливость восторжествовала, а антисоветизм не прошел. В 65 регионах принят закон о ветеранах труда субъекта Российской Федерации. Наши пенсионеры, дети войны живут на нищенскую пенсию и наши товарищи на местах, реализуя программу коммунистической партии, которая, предложенная в Государственной Думе, работает в этом направлении. Еще одна проблема, которая волнует все граждане нашей страны, это рост тарифов ЖКХ, платы за капремонт. И мы практически во всех законодательных собраниях выступили за то, чтобы освободить старшие поколения пенсионеров от платы за капремонт, чтобы сдержать тарифы ЖКХ, потому что при той инфляции, при том росте цен, который происходит в стране, старшее поколение не может фактически достойно существовать. Задача всей партии на вертикали, задача всех коммунистов, всех наших сторонников реализовать ту программу. Создание правительства народного доверия, ну и победа на выборах в сентябре этого года. Спасибо. Спасибо. Вы выслушали наши предложения. Еще раз хочу вам сказать, пиаром, протоколом и плагиатом управлять нельзя. Нашей страной надо управлять умной головой, крепкой рукой и очень дружной межнациональной семьей. Тогда у вас что-то получится. К сожалению, партия власти каждый раз перед выборами меняет порядок их проведения и довольно часто свое обличие. С одной целью еще раз обмануть избирателей и удержаться в руководящем кресле. Но сейчас держаться становится все сложнее, потому что массовое недовольство зреет, курса нового не видят. Сейчас уже создали этих живопырок, извините за выражение, с разными названиями под нами. Задача какая? Я недавно спрашиваю, в том числе кремлевцев. Вот на регионы, вот по два-три региона, эту, эту, эту живопырочку поддержите, для того, чтобы у нас по полпроценту отхватывали. Вот весь смысл. Это жульническая операция. И выборы перетащили вместо декабря на сентябрь. И разделили на партийные списки такие. Опять создали себе условия и праймеры свои привели, никого не приглашали, никто не контролировал. Упиваются, как много пришло. Звоню знакомым, говорю, скажи мне, ты сидел на этом участке. Сидел, говорит, и что? 186 человек пришло. Все остальное сплошная ложь. Поэтому мы против таких выборов, полное безобразие. Но наша задача очень важна сейчас. Дойти до каждого избирателя своей программы. Уверяю вас, сегодня избиратель откликнется. Но предстоит каждому работать по 20 часов в сутки, 7 дней в неделю без выходных. Это относится к летним периодам. Мы благодарим вас за участие в нашей пресс-конференции. Желаем вам успеха. Большое спасибо. Коллеги, большое спасибо, что пришли сегодня на нашу пресс-конференцию. Уважаемые гости, мы очень рады, что вы приняли участие. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok